Отдыхать нельзя работать. Запятую здесь каждый поставит по-своему. Например, депутат Государственной Думы Геннадий Онищенко призывает всех к труду. Он предложил сократить новогодние праздники до одного дня, руководствуясь тем, что в январе показатель смертности выше, чем в другие месяцы. А вот что по этому поводу думают жители Люберец, мы узнаем прямо сейчас в нашей постоянной рубрике «Свободный микрофон». Выйти 2 января на работу. Как считаете, люберчане сможем? Ведь согласно статистике, которую привел Геннадий Онищенко, именно в новогодние праздники обостряются заболевания, увеличивается количество травм, в том числе от петард. Или все же оставить все как есть. Ну, вы знаете, мы прожили всю жизнь вообще в таком режиме. И только под конец жизни у нас нам сделали вот эти длинные. Но эти длинные тоже плохо. Единственное, что хорошо, что на Рождество. Теперь у нас выходной день. Вот я посчитала до Рождества и хватит. Это просто, по-моему, обращаешь внимание больше на то, что в эти дни что-то происходит. А на самом деле, я думаю, одинаково. Но если бы на майские перенесли все эти праздники, было бы лучше. Сейчас привыкли люди отдыхать. Что, по-моему, тяжело будет. Это складывалось не одно десятилетие. Поэтому надо бы хотя бы три дня. Ну, я считаю, что тоже девять дней – это слишком много. А три дня – ну, я считаю, что это оптимистично и реально. На самом деле, один день ни о чем. Вообще ни о чем. Нам уже этот праздник вот где. Честно. Вообще, по-идеи, действительно. Не о три достаточно. Ну, я считаю, что не нужно. Потому что, как бы, людям хочется подольше отдохнуть. И, мне кажется, можно было подольше продлить. Ну, я никак, потому что я в декрете. А вообще, наверное, не очень весело. Человека надо занимать. Не только развлечениями, а работой нагружать. Мы разучились работать. Поэтому больше работайте. С Новым годом! Ну что, как вы видите, мнения люберчан неоднозначны. Но большинство из них против сокращения этих долгожданных новогодних праздников. Мария Антонова, Александр Богданов. Специально для рубрики «Свободный микрофон». Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе. Ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!